Добрый вечер! Брещено, устремленное в будущее. 4 декабря Берестейский край отпраздновал свой 74-й день рождения. Подарки от государства – неотъемлемая часть любого праздника. Как живут брестские буренки? Глава региона провел инспекцию молочно-товарных ферм Драгичинского района и провел обучающий семинар с руководителями регионов и кураторами сельского хозяйства. Вкладывать в новое предприятие нужно не только средства, но и душу. В Брестском районе в агрогородке Чернавчице открылось новое деревообрабатывающее предприятие «Волоттрейд» по производству паркетной доски. Раз, два, три, елочка, гори! Или все о подготовке городских служб к Новому году и Рождеству. С помощью кого можно излечиться от зимней хандры? Советы от пушистых докторов. Зимняя радуга в галерее Бел-Арт. Новогодний калейдоскоп от брестского художника Анатолия Мереховца. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Начнем, на наш взгляд, с самого главного. 4 декабря Брестская область отпраздновала свой 74-й день рождения. Сегодня Брещено – один из самых динамично развивающихся регионов суверенной Беларуси, с развитой экономикой, промышленным и сельскохозяйственным комплексом, социальной инфраструктурой. Долгий и трудный путь прошел Берестейский край с момента создания в декабре 1939 года до настоящего времени. Годы военного лихолетия, разруха, голод и в одночастие становление городов, промышленности, сельского хозяйства. Достойно пережили все испытания и политические перемены люди берестейские. Не сломались, справились. Именно они, люди нашего края, хлеборобы и врачи, педагоги и станочники, спортсмены и артисты, люди-труженики, которые своими делами прославляют наш регион – главная ценность. Благодаря им совершенствовалась и модернизировалась структура народного хозяйства. Строились дома и объекты здравоохранения, школы и детские сады, спортивные объекты. Современная Брещена – результат огромного труда людей нашего края – талантливых и ярких, уникальных и неповторимых. Их общие усилия делают нашу землю цветущей, развивающейся, уверенно идущей к намеченным горизонтам. Брещена устремлена в будущее. Так уж сложилось исторически, что в канун государственных праздников в нашей стране открываются новые объекты социальной направленности. Новоселы получают ключи от квартир, горожане – новые медицинские учреждения, школы, детские сады и спортивные объекты. Это подарок государства людям. В свой день рождения Брещане также не остались без подарка. На этой неделе состоялось открытие томографического кабинета, а также двух новых отделений – кардиологического и гинекологического в Брестской городской больнице номер один. Учреждение здравоохранения, которое расположилось на улице Кижеватовой, которое горожанам больше известно как «Железнодорожная больница», в этом году отмечают круглую и солидную дату – 115 лет со дня основания. Более чем вековая история помнит многое. Помнит и как все начиналось – три врача и 40 койко-мест. Именно такими ресурсами располагало учреждение здравоохранения. Сегодня это современный комплекс, который готов принять несколько сотен пациентов. Такое значимое для областного центра событие не смогли пропустить наши корреспонденты. Анастасия Стропко продолжит тему. Торжественная церемония открытия томографического кабинета, а также кардиологического и гинекологического отделений в первой городской больнице города над Богом началась с обсуждения вопросов о стадии строительства запланированного единого медицинского городка. Работа по его созданию на базе данного лечебного учреждения сейчас в самом разгаре и введение в эксплуатацию отделений – один из пунктов плана модернизации. Совсем скоро на базе недостроенного здания рядом с больницей свои двери распахнет детская поликлиника номер один. Также прорабатывается план по организации налаженного транспортного сообщения. Все это позволит существенно повысить уровень оказания медицинских услуг в областном центре. В этой больнице мы начали заниматься горы с полком в том числе. Здесь она скрипку играет. Именно начали заниматься с 2008 года, когда она была передана от железнодорожников. И за этот период времени очень много сделано, вы видите сами. Я, например, знаю, в каком состоянии была эта больница в 2008 году, когда принимали. Это было действительно страшно что-то. И мы видим, какой она сейчас пристала перед нами. 40 коек в новом гинекологическом и 45 в кардиологическом отделениях – большой вклад в развитие и стабильную работу всего медицинского учреждения. Рассчитанные на 2 и 3 места палаты полностью оборудованы для максимально комфортного пребывания пациентов. Удобны и оснащены процедурные кабинеты. Первый в медицинской сети города – компьютерный томограф, важнейшее оборудование для успешной диагностики, также уже готов к эксплуатации. Огромная работа, которая уже проведена в больнице, позволит не только увеличить количественные возможности приема пациентов, но и гарантированно улучшить их качество. И останавливаться на достигнутом медики не собираются. Планов много, планы все интересные. В следующем году мы планируем приступить к капитальному ремонту и переоснащению операционного блока. У нас и на сегодняшний день выполняется очень много операций, более 6,5 тысяч в год. А его модернизация и переснащение позволят и увеличить их количество, расширить спектр, безопасность, качество. Также мы планируем развитие интервенционной помощи для больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом, что позволит перенести высокие технологии не только с уровня республиканского и областного на уровень городского. Индивидуальный подход к каждому клиенту – такой слоган расположен на официальном сайте Брестской городской больницы номер один не случайно. Учреждение здравоохранения имеет вековую историю, а значит огромный опыт в профилактике, своевременной диагностике и грамотном лечении, что безусловно является огромным преимуществом. А благодаря проведению подобной работы по переоснащению и усовершенствованию технологии и техники, проведению модернизации и руководство клиники и специалисты лечебного учреждения могут с уверенностью смотреть в будущее и повышать свой профессиональный уровень. А сейчас о других событиях. Правительство Беларуси планирует к 2015 году увеличить объемы производства молока до 10,5 млн тонн. Чтобы справиться с такими показателями, следует повысить эффективность уровня развития молочного животноводства. Строятся и модернизируются молочно-товарные фермы. Они соответствуют всем современным нормам, а потому должно увеличиться поголовье крупного рогатого скота. Корма просто обязана быть самого высокого качества, иначе таковых показателей не достичь. Об этом и не только говорил губернатор региона Константин Сумар, проводя инспекционную проверку пяти молочно-товарных ферм Драгичинского района. Семинар учебы с участием председателей райисполкомов и кураторов сельского хозяйства прошел на базе вышеназванного региона уже после посещения ферм. Кристина Купрякова вместе с участниками встречи училась, анализировала, делала выводы. Смотрите ее материал. Молочное скотоводство является одной из ведущих подотраслей животноводства. Это значит, что его развитие очень важно для обеспечения не только продовольственной независимости страны, но и социальной стабильности. К тому же это одна из немногих отраслей сельского хозяйства, приносящая ежедневный доход. В Брестской области развитию молочного производства уделено немало внимания. Главное, что сделана реконструкция молочно-товарных ферм, на которых стоит около 60% дойного стада. Однако 40% ферм находятся в условиях чуть хуже. В начале зимнестойлого периода пришло время заняться теми фермами, на которых существуют определенные трудности. Мы сегодня специально и начали эту работу над ошибками, чтобы показать, что не только, например, скотина должна смотреться хорошо и кормиться, и технологично содержаться в реконструированных фермах. Но самое главное, нам надо посмотреть на те фермы, куда мы еще не дошли. Мы как раз сегодня изменили план нашей поездки и показали в предыдущем хозяйстве, как не надо работать, как не надо готовить фермы свои к зимнему столовому периоду содержания. И вот как раз такие поездки, я вижу, что нам надо их проводить чаще, регулярнее и топать вместе с председателями горроисполкомов по этим фермам и водить их там, где плохо, там для того, чтобы они исправили это положение. Основой повышения эффективности производства молока является интенсивное использование продуктового скота, что возможно при правильной организации воспроизводства стада. К сожалению, не на всех молочных фермах Драгичинского района придерживаются этого правила, а действуют скорее по старинке. Но надо заметить, время стремительно движется вперед, а значит и условия работы тоже меняются. Работать по новым технологиям – первое, что необходимо сделать для эффективности производства молока. Там бедой на доильные залы, там надо и работать по-другому с заполняемостью этих ферм, потому что туда надо отбирать коровок, которые должны одинаково иметь продуктивность. Это первое. Второе, надо туда уже с самого начала телки, которые идут на основное производство, эти телки, которые уже будут растерливаться, надо именно с этих телок начинать и в этих условиях их адаптировать. Посетив пять хозяйств Драгичинского района, был выявлен ряд основных вопросов, с которыми чаще всего сталкиваются кураторы этой отрасли животноводства, а также непосредственно исполнители, то есть те, кто трудится на фермах. На обучающем семинаре рассказали о том, как достичь максимальной эффективности производства молока, тем самым подняв экономику на новый уровень. Ведь успех производства зависит в первую очередь от грамотного руководителя. Кристина Купрякова, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Да, тема сельского хозяйства, несмотря на то, что на улице зима горячая и сверхважная, особенно для Брестского, аграрного региона. Но не менее важны и не менее актуальны вопросы деревообработки, правильнее сказать, деревообрабатывающей промышленности. Отрасль прибыльная, а значит, белорусским производственникам следует взяться за нее как надо. В ногу со временем шагают учредители общества с ограниченной ответственностью Walletrade, которые на этой неделе открыли новое экспортоориентированное производство паркетной доски в агрогородке Чернавчицы Брестского района. О уже действующем производстве и его сотрудниках, и учредителях смотрите в следующем материале выпуска итоговой программы. Житель агрогородка Чернавчицы Иван Иванович Федулин в деревообработке уже порядка 30 лет прошел, как сам говорит, и Крым, и Рим. О производстве знает, если не все, так очень много начинал на станках старого советского производства. На предприятие Walletrade пришел, чтобы деньги заработать и освоить новые агрегаты зарубежные со сложной автоматизированной техникой. Я еще работал на таких станках 1953-1955 года выпуска, так что о модернизации тогда говорить не приходило. Это сейчас, в последнее время, это новые станки, это другое дело, очень сложные, на компьютерах, очень требовательные. Настройку требуют вплоть до толщины человеческого волоса. В каждом деле надо свой подход. Где-то проще, где-то сложнее. Раньше были станки намного проще, легче в настройке. Эти очень требовательны к настройке и уходу. А горплату хорошую обещали за такую структуру работы? Обещали. На новом деревообрабатывающем предприятии уже работает более 30 человек, желающих устроиться гораздо больше. И не от того, что нет работы, а потому что Walletrade предприятие с перспективой. Недавно запустили производство элитного паркета, а в клиентах уже крупные европейские компании. География поставок в основном Западная Европа, Голландия, Бельгия, Италия. На данный момент у нас уже есть определенная договоренность, уже подписан контракт на поставку нашей продукции. И вот сейчас то, что вы видите, это, можно сказать, подготовка к первой отгрузке. Отгрузка, возможно, будет в ближайшие уже дни. Мы ориентируемся на достижение своей цели, своей задачи, которую мы поставили. Но, соответственно, на положительный результат. А положительный результат это и есть уже наша прибыль. Достигнув его, естественно, мы будем ставить какие-то новые перед собой задачи, цели и идти к тому, что будет достигнут. Идея создать предприятие именно такого профиля созрела не сразу. Учредители выбирали, что выгоднее и какой проект принесет несомненную пользу и им и государству. Walletrade – экспортоориентированное предприятие, а значит должна быть при разумной экономической стратегии и прибыль весомая. В чем заинтересованы, опять же, все, в том числе и российский инвестор, который вложил в фирму прямые иностранные инвестиции. Мы вот решили, я буду вместе со своими коллегами создавать такое предприятие. Как это идеи пришли? К чему? Как-то изначально всегда были связаны с деревообработкой. Очень долго думали, в какое направление деревообработки начать работать. Мебельное производство, как-то его очень много, и найти нишу именно в мебели очень тяжело. Рынки сбыта и рынки вообще продажи мебели, они уже на данный момент, я считаю, перенасыщены. А вот именно напольное покрытие достаточно интересно и свободное. Тем более, что у нас в Беларуси есть уже несколько предприятий. Многие говорят, как вы будете с ними конкурировать, они уже несколько десятков лет на предприятии работают. Но лично я конкуренции здесь не вижу, мы не пересекаемся ни по одному направлению. Занимаясь созданием производства, следует отметить, что построено оно за один год, не забывали и о кадрах. Человек ищет, где лучше и выгоднее, где зарплата высокая, а потому учли и этот фактор. Зарплата у работников приличная, руководители, по их же признанию, не нацелены на интенсивные методы развития производства, потому количество персонала будет небольшое. Но с постоянно увеличивающимися объемами производства выпускаемой продукции будет расти и зарплата. Предусмотренная система бонусов. Больше сделал, больше получил. Нравится новое и что-то попробовать, это же хорошо всегда. Ну я думаю, что зарплату обещали тоже неплохо. Ну да. Скажите, пожалуйста, насколько труден и настолько легко здесь работают? Не могу сказать, что слишком сложно, но и нелегко. Это точно. Так нормально. Учили всех и всему с нуля. Техника сложная, производство автоматизированное, чтобы продукция была самого высокого качества. И подход к процессу должен быть качественным. С максимально улучшенными условиями труда срабатывает принцип «ты мне, я тебе» в самом лучшем смысле этих слов. И это уже работает. Волатрейд – гарант высокого качества, подтверждено и опробировано. В производстве нашей продукции мы используем только качественные материалы, начиная от водостойкой фанеры, заканчивая водостойкими клеями. Ну и сам по себе древесина дуб, она по плотности очень плотна. Плотность достигает порядка тысячи метров кубических на килограмм. И по износостойкости мы будем делать вывод, что это будет очень износостойкое и прочное покрытие. Уже на данный момент мы провели испытание нашего углевого шва. Если по ГОСТам оно где-то допустимо 0,5 мегапаскалей, то наша продукция показала допуск до 3 паскалей. То есть это на разрыве. Никакие потопы и наводнения не страшны, да? Нет, не страшны абсолютно. А еще деревообрабатывающие производства Волатрейд, как говорят в народе, производство безотходное. Все идет в пользу и в дело. Бракованные ламели склеиваем и получаем новую продукцию. Утилизация отходов также в деле есть собственная котельная. Зимой не замерзнем. Копейка рубль бережет, говорили наши бабушки. Копеек уже нет. И поговорку подзабыли. А зря. Лариса Осмолович, Андрей Щерб, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. До Нового года осталось 24 дня. И город над Бугом уже практически готов встретить один из самых любимых взрослыми детьми праздников. Тысячи разноцветных огней и гирлянд украшают улицы областного центра. Сверкают фасады магазинов и административных зданий. На площадях стоят красавицы елки. Снежные шапки на крышах домов отлично дополняют ощущение сказки и новогоднего настроения. Все говорит о том, что уже совсем скоро наступит Новый год. Какой сюрприз подготовили городские власти брещанам в преддверии праздника. И когда главная зеленая красавица областного центра будет радовать гостей жителей Бреста своим богатым убранством и множеством разноцветных огней. Ответы в нашем следующем материале выпуска. Большинство центральных магазинов, ресторанов и кафе уже готовы к встрече Нового года. К примеру, внутреннее убранство гостиницы Веста уже давно украшено светящимися гирляндами, из окон выглядывают веселые снеговики, а наряженная елка будто источает, так любимы многими, запах мандарин и корицы. Глядя на великолепие из елочных игрушек и рождественской атрибутики, можно не сомневаться, что новогоднее настроение посетителей не заставит себя ждать. Сегодня вот огоньками, фейерверками, в общем-то, никого не удивишь. Но из опыта работы я смотрю, что мы возвращаемся вот в такой теплой домашней обстановке. И сегодня гости, которые приходят, они хотят не каких-то вычурностей, а приходя, они хотят ощутить вот эту атмосферу детства. А как известно, без защищения детства предновогодняя суета теряет свой смысл. Поэтому сотрудники коммунальных служб наряжают город в особенный рождественский наряд, яркая подсветка деревьев и фонарей, разноцветные гирлянды и огни на площадях областного центра, многочисленные суперзазывающие растяжки. Но, кроме традиционной иллюминации, руководители города подготовили жителям еще один новогодний подарок. Что касается предпраздничной подготовки, то я думаю, что и вы, как жители этого города, города Бреста и остальные, заметили, что мы эту подготовку начали еще в ноябре. Из того, что в этом году пока добавилось, это 50 искусственных елей по западному обходу с гирляндами, я думаю, это принесло небольшой кусочек праздничного настроения к тем, кто проезжает по этой новой дороге, к тому, что эта дорога значительно разгрузила сегодня центральную часть города. Не обойдется и без так полюбившимся многим плачущего каштана и волшебных одуванчиков на бульваре Шевченко. А установленная на прошлой неделе красавица елка уже совсем скоро порадует гостей жителей Бреста своим богатым убранством. По традиции, около елки будет работать мультяшный паровозик, емилина печка и золушкина карета. Традиционно мы готовим две главные елки. Это елка на площади Ленина. На площади Ленина елка будет открытие 14 декабря. Центральная елка Московского района, открытие 20 декабря. Соответственно, будет фонтан праздничный на площади Ленина. И будет еще дополнительно несколько елей праздничных новогодних установлено. Это ЦУМ, это торговые центры и по районам, в том числе и Ковалевка, и Речица, и Дубровка, и так далее. Помимо этого, в парке в зимний период, как всегда, работает пункт проката на озерах. Это уже в зависимости от погодных условий, когда сможем работать. Где будет осуществлен пункт проката коньков, лыж, финских саней, которые у нас еще есть. На Малом озере расчищается каток для катания, естественно. А вот на Большом озере, вот здесь мы находимся тоже рядом, здесь обычно расчищаем хоккейную площадку. Особый привкус и аромат привнесла и новогодняя ярмарка распродажа, которая начала работу с 3 декабря по улице Гоголя. Искусственные елки, карнавальные костюмы и подарочные сувениры, бенгальские огни и новогодние украшения. Палитра предпраздничной мишуры радует своим разнообразием. Кстати, лесхозы также подготовили любителей натурального настоящих зеленых красавиц, которых можно будет приобрести не только на ярмарке. Кроме того, будет организована продажа живых елок с 20 декабря по 31 декабря включительно на 6 рынках города и по улице Гоголя. И кроме того, еще подключаются к продаже елок Брестские лесхозы с 27 декабря в четырех самых таких густонаселенных районах города. Приобрести необходимые товары гости и жители города смогут до 31 декабря. Всего в преддверии Рождества и Нового года запланировано провести около 125 выставок продаж. Глядя на праздничную суету, на счастливые лица людей, выбирающих приятные мелочи для родных и близких, можно не сомневаться, что Новый год – самое долгожданное событие, от которого по-прежнему ждут чудес и волшебства. Я жду новогоднего настроения, более позитивных эмоций, красивого города, украшенных деревьев, подарков. Праздничное настроение, вообще все такое новогоднее, по городу везде огни горят, магазины украшены, очень красиво. И настроение такое даже новогоднее. Чего ты ждешь от этого праздника, Нового года? Волшебства, как в детстве. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Бук-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. Человеку всегда было свойственно стремление к прекрасному, желание не только любоваться им, но и запечатлеть для потомков. Уже тот, кто вырубал наскальные рисунки, был творцом. В каждом человеке глубоко спрятан художник, но не каждый выпускает его из глубин своей души. Анатолию Мелиховцу сделать это удалось. С детства любя живопись, он стал удачливым финансовым специалистом. Но ощущения полного счастья так и не было. Хотелось не просто жить, хотелось творить. Ты хочешь стать художником, спросила судьба. Хочу. Так станем. Разговор с судьбой принес результат. Анатолий отошел от финансовых дел и стал художником, который дарит людям радость бытия и теплоту своих картин. В художественной галерее БелАрт в эти хмурые декабрьские дни прошла его третья персональная выставка с чудесным названием «Зимняя радуга». О радуге на снегу расскажет Лариса Осмолович. Уютный зал галереи БелАрт в эти дни расцвел всеми цветами радуги и захрустел, зазвенел настоящей морозной зимой. Правда, как и в реальности, зима на некоторых полотнах немножко с привкусом распутится и недорожья. 45 картин брестского художника Анатолия Мелиховца, как нельзя кстати, расположились в картинном зале накануне новогодних праздников. Заснеженные поля, убранные в зимний наряд деревья, в утренние изморози, припорошенные легким снежком, все так ощутимо остро и реально. Что хочется потрогать, прикоснуться, чтобы ощутить холодок пушистого покрова. Зима такая пора года, когда предчувствие праздника, Нового года, Рождества, рождественских каникул, каких-то суеты предновогодней, опять же снег, опять же мороз, опять же такой прозрачный воздух. И захотелось сделать что-то быстрее, как-то в Брест зиму, чтобы снежок был, чтобы настроение было, чтобы слякость осенняя ушла. Хотя зима тоже разная бывает. Зима, она немножко в цвете такая сероватая, голубоватая. Мы, конечно, ее ядреной представляем. Мы разбавили выставку букетами цветов, которые были. И получилась такая фейерверк красок, фейерверк звуков, фейерверк эмоций. Судьба благоволитка Анатолия, успешный финансист, стал не менее успешным художником. В его картинах уже отмечается некий свой стиль, свое видение натуры. А это лишь третья персональная выставка. Гости Вернисажа все как один отмечали. Полотна своеобразная, отношение к ним у каждого свое, но тем не менее, картины заставляют остановиться и задуматься. Творчески он вырос на целую голову. И он трудоголик, он настолько работоспособный, настолько увлеченный искусством человек, что просто поражаешься. И его манера живописи тоже поражает. И он с каждым годом все лучше и лучше. У него уже выработался собственный почерк. И он уже узнаваем среди других художников. И это очень радует. Но сегодня такая выставка предновогодняя, предрождественская. И хотелось показать брещанам и гостям нашего города зимние сюжеты. И не только зимние, тут и лето присутствует. Поэтому и названа выставка «Зимняя радуга». Что поразительно и так особенно индивидуально, это яркие вкрапления среди зимних пейзажей, пурпурно-алых, желтых, фиолетовых. Палитра самая разнообразная от цветов. Радуга на снегу просто удивляет. Как и рост Анатолия, художника, не с академическим образованием, не профессионала. Что значит настоящий, не настоящий художник? Любой человек, который проявляет хоть как-то свое творчество, это уже художник. Есть даже мнение, что вообще все люди художники. Просто большинство этого не осознает. А Анатолий, он очень классный художник. Он в душе экспрессионист. Я живопись без цвета вообще не мысли. Для меня живопись – это цвет в первую очередь. И Толик чувствует цвет, чувствует вот эту гармонию. Это, кстати, очень редко кому дается, потому что от Бога этому не научишься. Либо ты чувствуешь цвет, либо не чувствуешь. Рисовать могут научить в школе, а живописи научить тяжело. Он чувствует цвет и пусть пользуется этим. Художник с музыкой внутри себя, с хорошими ощущениями от жизни, уютности окружающего мира. Анатолий прежде всего семьянин. Именно семье благодарен за свое творчество и за поддержку. А еще он признается, что очень счастлив. Эти картины меняют и его, и нас. Мы одновременно меняемся, и дети, и я. И отношения меняются, все меняется, потому что он стал спокойнее. Он нашел выход своим эмоциям в этих картинах. И он стал более думчивым, более таким рассудительным. Раньше он был более эмоциональным в любых поступках. Сейчас более ему свойственна такая вот рассудительность, потому что все эмоции выходят в картины. А как эта «Зимняя радуга» от Анатолия Нелиховца? А вы посмотрите, сколько красок в любой картине. Вон даже вон ту возьмите. Там все цвета радуги. Вроде зима изображена, но все цвета радуги присутствуют практически почти на каждой картине. На каждой второй так точно присутствуют все цвета радуги. Я уже перерос в другое. Я уже в другом ворюсь. И очень счастлив из этого. Я рад, что поддерживает меня полностью семья. Мои знакомые, которые сперва были немножко в недоумении, и теперь они за меня, и как бы меня это даже подстегивает. У меня есть задумка такая, там цикл женского образа. Я не знаю, как еще будет называться выставка. У меня предварительное название «Дистанция ноль». Ну а где она будет проходить, пока я не знаю. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 120 миллионов людей на планете живут с диагнозом депрессия. И эта цифра неуклонно растет. Особенно много жалоб на депрессивные состояния в межсезонье. Когда природа погружается в зимнюю спячку, количество солнечных дней стремится к нулю, а мороз за окном все крепчает, человек невольно подводит итоги уходящего года, анализирует свои промахи, подсчитывает разочарования. И откуда взяться хорошему настроению? Как не стать жертвой зимней хандры? Кого из домашних питомцев можно смело назвать пушистым лекарем? Узнаем из сюжета нашего эксперта Виктории Дроговецкой. Сезонная депрессия – это вообще состояние хандры, уныния и вообще ослабления всех функций жизненных человеческого организма. Возникает она в результате того, что у нас сокращается ближе к концу осени, начало зимы световой день. И человек просто не получает световой энергии. Сезонная депрессия известна науке с конца прошлого века. Усталость от работы, тяга плотно покушать, чего-нибудь сладенького и мучного, повышенная сонливость. После многочисленных жалоб на загадочные медвежьи симптомы учеными была установлена связь между количеством солнечного света и самочувствием человека. Дело в том, что в темное время суток наш мозг вырабатывает гормон сна – мелатонин, который не только успокаивает организм, но и вызывает вялость и сонливость. Порой кажется, что человека регулярно подменяют со сменой сезона. Надо чаще бывать, конечно, в дневное время, но и в вечернее прогулки совершать на свежем воздухе, получать больше позитива, радовать себя. Юля Коваль нашла прекрасный способ бороться с сезонной хандрой приступами раздражительности и одиночества. А все началось с того, что муж подарил Юля долгожданного британского котенка. И сегодня хозяйка уже пяти очаровательных британцев уверена, любые коты, которых вы любите, будут вас лечить и отвечать вам взаимностью. Хорошо тебе живется. Вот и Юлия рядом с такими пушистыми лекарями живется тоже хорошо. Вероятно, каждый, в чем доме живет кошка, неоднократно замечал ее уникальную способность забирать своим целебным мурчанием стресс. Кстати, изучение цитильной способности усатых врачевателей потрясли ученых. Было установлено, что если в течение нескольких минут гладить кошку, у человека нормализуется кровяное давление, сокращается риск повторного инсульта и инфаркта. Состояние пациентов после экспериментов было схоже с самочувствием после сеанса медитации. Известно, что кошек притягивает отрицательные энергии. Они как бы впитывают ее. И кошки черного цвета в этом смысле рекордсмены. Коты все, все лечат. Но вот именно черный цвет, он преобладает своей такой крепкой энергетикой. Потому что никогда не замечали, что коты ложатся возле телевизоров на мобильные телефоны, на холодильники. Это из-за того, что им нужно собрать отрицательную энергию. Так же, когда вы злые приходите, они сразу в ногах. Забрать, забрать, это все забрать. Так вот черный цвет, он сильный цвет очень. И бояться этого не надо. Однако на этом таланты кошек не заканчиваются. В Берлинском институте геронтологии ученые сделали вывод о том, что люди, у которых на протяжении всей жизни была кошка, живут в среднем на 10 лет дольше, чем без кошатники. А с недавних пор на Западе усатых врачевателей стали использовать для снятия напряжения и лечения от зависимости наркотиков и алкоголя. Кстати, в некоторых психиатрических больницах специально предусмотрена должность хвостатого психиатра, который состоит на полном довольстве клиники. Большое эмоциональное воздействие кошки оказывают на творческих людей. На протяжении всей истории человечества известно множество фактов, когда знаменитости просто души не чаяли в своих любимцах. Так Виктор Гюго нежно любил своего гавроша, а кардинал Ришелье оставил наследство своим 14 котам. Однако это не значит, что не имея домашнего питомца, нужно прибегать к помощи соседских, а также дворовых кошек. После такого сеанса кошкотерапии можно попасть к врачам с укусами и царапинами, полученными от пушистого лекаря. Так что использовать кошку в медицинских целях можно только в том случае, если хозяин любит питомца. Ведь не зря говорят, что самым уютным местом в доме кошка считает то, на котором в данный момент сидит хозяин. Поэтому любите своих пушистых лекарей, и вы надолго забудете об одиночестве и депрессии. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Посмотришь такой сюжет, и сразу же очень хочется завести такого домашнего, такого пушистого котофея. Кстати, собаки тоже и лечат, и снимают депрессию. А еще нехорошие собеседники слушают весьма охотно. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье 8 декабря центр циклона «Хавер» переместится на Московскую область, и Беларусь окажется в его тыловой холодной части. На большей части Брестской области в этот воскресный день будет наблюдаться переменная облачность без осадков. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер ночью по юго-западу сильный, порывистый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью минус 2-4 градуса, в течение дня до 3 градусов мороза. В понедельник 9 декабря перемещающиеся с Балтийского моря атмосферные фронты обусловят на Брещене временами мокрый снег и дождь. Образуется слабый гололед. Некоторые участки дорог останутся скользкими. Ветер ночью переменных направлений, местами порывистый, днем северный умеренный. В ночью температура воздуха понизится до минус 2 градусов, дневная температура окажется в пределах 0-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова